я улетаю сегодня в припалтику страны балтии вот так их называют настоящий балтийцы называют их страны балтии и поэтому завтрашнего дня будет урок я я думаю что с божьей помощью это все спланировал чтобы успевать провести и в урок чтобы провести и завтра и в пятницу но но я не буду с собой брать youtube ipad и получается что урок будет только в будет урок только в телеграме и в фейсбуке поэтому если вы смотрите привыкли смотреть уроки в ютюбе то пожалуйста подпишитесь на телеграм-канал в ютюбе именно уроков не будет будет только в телеграме и только в фейсбуке вот так дорогие друзья такие новости у нас поэтому значит найдите я думаю что мы в фейсбук в ютюбе мы должны обязательно написать сверху сверху написать прямо в шапке что у нас основной роте проходят в телеграме в телеграме итак а значит я думаю что напишут наши замечательные сотрудники они напишут обязательно такую красивую информацию оформят канал у нас есть гриша который операционный директор в икры платформы и он маркетолог который все прямо очень хорошо делает и поэтому будут все знают где можно смотреть уроки и вас дорогие друзья пользуясь случаем я очень прошу сообщите всем своим друзьям знакомым о том что можно смотреть замечательные уроки торы и можно через изучение торы приближаться ко всевышнему узнавать что бог хочет от вас получает разные мощные инсайты и потом эти инсайты при превращать в улучшение жизни в этом мире и в духовном мире и сегодня мы подошли к седьмому размышлению значит мы продолжаем изучать главу о качестве которая называется бетахон а качестве который называется радость радость жизни семха данное вреде это называется семха и значит как инструмент для получения семхи радости автор книги говорит что самое здесь главное это бетахон бетахон это упование на русский переводят упование или другими словами уверенность в во всевышнем что всевышний вас любит поддерживает и будет поддерживать значит пишет то то что нет картинки в телеграме что нет картинки в телеграме или есть картинка можно сказать проклятие да он ему утяжелил пребывание в этом мире и сказал ему что будешь теперь не так как было как в раю до охоте лица будешь свой хлеб добывать и зачем это сделано зачем это сделано для того чтобы человеку было в этом мире чем заниматься и чтобы он через вот это вот зарабатывание своего хлеба тяжелое зарабатывание хлеба он чувствовал связь со всевышним то есть ты если это благословение нет эти благословения и у него тут же возникает соблазн нарушить множество запрещающих заповеди например нельзя воровать нельзя грабить до нельзя обманывать и получается с одной стороны бог сделал так что у человека есть желание больше зарабатывать как говорил царь самон если тебя 100 ты хочешь 200 есть 200 ты хочешь 400 есть 400 ты хочешь 800 у тебя все время вырастают в два раза аппетиты твои до теперь и у тебя же есть внутри вот эта страсть можно сказать да получать все значит запрещенным путем и всевышний так специально сделал чтобы мы преодолевали вот эти сложности и приближались ко всевышнему теперь он пишет так что если человек как раз вот здесь и очень сильно проявляется упование на всевышнего вот это вот упование бетахон написано в значит в псалмах 32 псалом 10 отрывок того кто уповает на всевышнего окружают милость а бутэх башем хэсэд и савэвэнгу на ивриде это звучит то есть а бутэх тот у кого есть вот этот бетахон уверенность во всевышнем хэсэд будет его окружать теперь приводится здесь из талмуда из трактата брахот 10 лист и там написано так что был такой царь хисхиягу он был очень праведный царь и в его время во время царя хисхиягу была книга которая называлась книга значит книга она называлась лекарств она пришла от царя сломона он знал точно какая травка там какая гомеопатия что лечит какое лекарство какое то он все знал теперь эта книга она была доступна и она позволяла быстро различиваться от разных болезней но царь хисхиягу он скрыл эту книгу зачем чтобы больной уповал на всевышнего не на лекарства теперь значит то есть давайте разберемся в этом вот есть у человека например у там не дай бог кого-то болит нога значит он на болит у него нога он значит в этот момент это боль она ему сигналит что надо что-то с этим делать теперь если человек он обращает внимание на этот сигнал он начинает что-то делать то есть все негативные эмоции боль страх и так далее они сигналят и дают человеку силу чтобы от них убегать теперь всевышний вот с помощью вот этих вот негативных эмоций дай негативных всяких вещей он человека побуждает двигаться в направлении всевышнего то есть человек который умный он начинает молиться он начинает соблюдать заповеди он начинает проверять свои дела он начинает исследовать где где же я ошибся что я не так сделал что что у меня сейчас есть вот это вот страдание значит мне нужно что-то в себе изменить и так он приходит к богу теперь здесь говорится про про бизнес про деньги про пропитание и он приводит здесь и спирте вот есть такая мишна в устной торе которая говорится так хорошо сочетать занятия сейчас там весна так значит хорошо сочетать свою работу до свою ну какую-то работу которой ты занимаешься с изучением торы что когда ты устаешь от двух этих вещей сочетание этих двух вещей работа и тора помогают человеку оставить грех ну то есть не согрешить не согрешить всевышний дал человеку два вида труда один труд для пропитания а второй труд для изучения торы и поэтому нужно правильно распределить время между этими работами часть времени уделять изучению торы а часть времени своему ремеслу значит я добавлю сюда что написано еще в талмуде так что три вещи требуют постоянного усилия до постоянного усилия постоянного улучшения какие три вещи тора ремесло и молитва человек не может сказать я вот например вчера напрягался время с летом учился развивался а сейчас я уже останавливаюсь так нельзя еще может быть раньше как то можно было сейчас все очень быстро развивается мы должны постоянно совершенствовать свое ремесло свои навыки свое умение то же самое тора если ты день не поучился то это не значит что ты остался на том же уровне ты отодвинулся на два дня назад то есть тора это как свет который соединяет тебя со всевышним и в ней надо усиливаться каждый день значит второе работа ремесло в нем надо усиливаться каждый день до часть времени уделять тому чтобы осваивать постоянно новые навыки которые могут усилить вас в вашем ремесле и третья молитва молитва это тоже чек когда у него все хорошо он перестает молиться то есть нужно каждый день пробуждаться во время молитвы и благодарить и просить всевышнего вот я скажу интересно у меня буквально последнее время мы все занимались очень много благодарностью и когда благодарность тот то классно хорошо ты успокаиваешься тебе становится хорошо ты такой радостный довольствуется тем что есть получает того что есть огромное удовольствие и в этот момент вот мне очень многие которые начинают заниматься благодарностью они говорят что ну теперь я такого получаю радость от жизни что мне не хочется никуда там бегать стараться там напрягаться то есть я доволен от маленького как раньше не был доволен от огромного я это как раз вчера тоже на себе почувствовал я почувствовал что действительно ну как бы из-за того что я всем доволен у меня начали какие-то пошла вот это вот просадка в ремесле скажем тогда в моем основном бизнесе чем я занимаюсь я сейчас как раз вот не только это для меня главный сигнал тоже что нужно уделять часть времени изучению торы часть времени своему ремеслу и тебе следует пишет автор книги стараться укрепить себя в том чтобы постоянно исполнять оба вида работы на благо себя и своего будущего представляете тысячи лет назад это написано как он приводит из к элита из экклезиаста 7 глава 18 отрывок хорошо если ты придерживайся одного но и другого не оставляешь то есть нужно с одной стороны уповать на всевышнего с другой стороны нужно усиливаться в том что ты делаешь сам но дальше он пишет такое очень интересное предостережение следует знать что всевышний дарует успех в ремесле и делах но не уповая на свое ремесло и на свои дела знаешь что твое ремесло и твои дела это способ которым всевышний дарует тебе пропитание деревья топором руби человек но источник силы не в топоре а в дровосете топор это просто приспособление точно так же значит должен думать человек если он думает если бы не мое ремесло я бы пропал это запрещено так думать это неправильно а как нужно думать если бы не было дело которым я занимаюсь создатель даровал бы мне пропитание другим способом ибо все человеческие дела и потребности в руках всевышнего и у него много посланцев да то есть у всевышнего много посланцев через которых он может помочь человеку и дальше у тебя прям три восписательных знака поставил он пишет такую вещь тот тот чья жизнь и и потребности зависит от какого-нибудь человека пусть не надеется в сердце своем на этого человека от которого он получает пусть из глубины сердца своего полностью уповает на создателя то есть допустим человек работает там на какой-то компании думает директор ему платит зарплату нет это через директора ему ему всевышний дает пропитание то есть нужно полагаться в сердце только на всевышнего и понимать что все идет от него через раз через разные источники много посланцев у всевышнего не оттуда так оттуда обязательно откуда-то придет то что должно прийти на придет теперь дальше он пишет такую вещь значит всего есть 88 частей в которых нужно распределить свое вот это упование на всевышнего я помню когда я учился в ешиве я приехал в израиль 2000 году как раз зашел в мир торы я очень прямо сразу мне повезло я встретил прекрасных раввинов там таких преподавателей все я очень вникал во все есть я очень все так прямо понимаю как написано так и понимаю есть смешна впервые вот написано так что амика бедоров оль тора тот кто принимает на себя ярмо торы с того бог снимает заботу о пропитании и бремя властей в эпорах мимо на уль тора написано кто-то снимает себя ярмо торы на того бог одевает забота о пропитании бремя властей в любом случае ты в этом мире в каком-то ярме то есть ты как бы все время ты запряженный куда-то до запряженный в какие-то обязательства в какие то то ли у тебя есть начальник то людей из клиента то ли у тебя там запрягли твои родственники какие-нибудь то ли ты сам себя запряг внутри и как бы в этой в упряжке ты все время как бы куда-то бежишь но это человек все время запряженные куда-то бежит и что-то тащит на себе теперь значит но есть можно взять на себя ярмо торы то есть ты берешь как бы все от всевышнего у меня есть один хозяин бог бог не сказал что делать он обо мне позаботиться в общем я эту концепцию очень полюбил мне она очень понравилась и значит проходит где-то года получается родился у нас ребенок я получал стипендию 300 долларов в месяц квартиру мы платили 250 долларов в месяц кто-то открыл пришел человека который со мной учился говорить ты знаешь ну там известно же что ты учишься в коле или нету тебя денег кто-то тебе хочет открыть счет в маколите это продуктовом магазине на 200 долларов значит я говорю кто хочу поблагодарить он говорит он не хочет чтобы вы благодарили вот у тебя еще заходи ты можешь на 200 долларов брать еду значит и брали мы еду на 200 долларов в месяц потом периодически там заходит человек какой-то говорит вот в это посмотрел бедно живете вот вам чек там на холодильник значит купили холодильник ну и так далее то есть примерно так мы прожили два года с 2000 по 2002 и потом значит потом я учился уже я кто не делал такие успехи я и в 2002 году меня приняли на программу подготовки преподавателей тору и там платили уже стипендию 1000 долларов в месяц что было уже достаточно больше и уже значит там я начал преподавать тору я в какой-то в одной организации преподавал в другое там в третье то сюжет я начал примерно зарабатывать там полторы две тысячи долларов иногда получалось но мы уже сняли квартиру в иерусалиме за полторы тысячи долларов в месяц поэтому все равно не хватало то есть получалось ровно у тебя зарабатывал и все мы тратили у меня был минус каждый месяц у меня был минус в банке где-то приходилось за ним но не хватало денег и значит я понял что надо искать работу я начинаю искать работу уже я был преподаватель тора в религиозной какой-то организации и за границей в разных общинах были должности раввинов я начал вести переговоры должность раввина там в германии в каком-то городе должен был быть раввина и они мне обещали зарплату по моему там три тысячи евро или четыре тысячи евро и еще плюс все расходы они брали на себя нужно было ехать в германию в какой-то маленький городок ну и мы уже думали уезжать туда в этой германии тут мне предлагают работу в израиле в петоктикве в городе петоктиква организовывать с нуля общину вот такую вот общину я говорю сколько зарплата они говорят полторы тысячи долларов я говорю не 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 мне я знаю что в рошашана на небе установили 4 тысячи долларов в месяц они говорят откуда ты знаешь я говорю мне вот час в германии дают такую зарплату значит говорю раз не дают такую зарплату значит бог установил мне четыре тысячи долларов то есть это я уже точно знаю раз они согласны теперь говорю вопрос я это получу через них или через вас если говорю вы хотите чтобы я остался в израиле я должен остаться в израиле так вы найдете четыре тысячи долларов подумать я такой был уверенный вот именно у меня был бетахон уверенность во всевышнем и они это было швотами решива швотами они подумали поискали нашли мне работу в школе шуву дополнительную жену устроили в школу шуву там сделали так что деньги на аренду мы сняли большую квартиру это центр был у нас квартире в общем в итоге мне получилось та же сумма я не въехал в германию получал те же деньги только в израиле это пример вот этого бетахона когда ты знаешь что много посланцев у всевышнего то есть ты должен твоя задача распахать поля засеять и молиться и учить тору и всевышний в зависимости от того поля которое ты распахал зависимости от тех зерен который ты посеял в зависимости от того как ты молишься и от того насколько ты отдаешь свой там асер десятина от сдака насколько ты в духовном мире насколько ты создал вот эти вот источники благословения вернее так источники благословения они есть вопрос ты эти источники благословения открыл все кранике или ты все кранике сам же позакрывал какими-то своими неправильными духовными поступками это вот примерно из личного опыта как работает бетахон как работает уверенность во всевышнем теперь дальше он пишет что то есть восемь разделов, восемь тем, в которых нужно уповать на Всевышнего, в которых нужно быть уверенным во Всевышнем. Теперь, значит, первое, и дальше он по каждому нам даст раскладочку, как это делать. Значит, первое, это относится к телу человека. Значит, вопросы тела. Но, опять же, есть вот этот вот момент, нужно обязательно учитывать, что, помните, была такая поговорка «народная мудрость», да, «народная мудрость» сядет историю практически. «На Бога надейся, а сам не плашай». Вот это вот «не плашай» меня всегда водило в тупик. Что значит «не плашай» вообще? Как это «не плашай»? И если попытаться понять, что имеется в виду в этой народной мудрости «на Бога надейся, а сам не плашай», то имеется в виду, что ты должен со своей стороны, ты должен делать правильно все, что зависит от тебя, и к этому добавить упование на Всевышнего, бетахон, за счет которого, вот этого упования, ты открываешь большую связь со Всевышним и от него начинаешь получать то, что называется духовное благословение. Первое – это к телу, будет здесь полностью раскладка, как относиться к здоровью. Второе – к пропитанию относится, где нужно применять вот эту вот формулу, да, личные действия плюс упование. Третье – жена, дети, родственники, друзья. То есть мы все любим и волнуемся и болеем за своих близких, за родственников, за детей. И тут вот этот вопрос, где здесь вот эта граница, когда ты можешь отпустить, положиться на Всевышнего, где ты должен сам применить много усилий, а где ты можешь сказать, значит, все от Всевышнего, значит, все будет хорошо. Вот будет у нас третье – это жена, дети, родственники, друзья. Четвертое – обязанности сердца и органов тела, вред и пользы от которых касаются лишь его самого. Тут перевод не очень, я, значит, посмотрю потом на иврите, но у нас будет целая раскладка по этому. Я так думаю, что имеется в виду четвертое – обязанности сердца и органов тела. Имеется в виду, что человек, он целыми днями что-то делает, и есть как бы цель его действия. Это его собственное какое-то там удовольствие от жизни, радость от жизни и так далее. А есть пятое – это обязанности органов тела, пользу и вред, которые касаются других. То есть есть то, что я делаю для себя, есть то, что я делаю для других людей. Шестое – вознаграждение в этом мире. Вот то, что Дамира интересует больше всего. Как получить вознаграждение в этом мире? Это шестое будет, где надо упование. И седьмое – вознаграждение в Дни Машеха. И восьмое – вознаграждение в будущем мире, которое хранится для праведников. То есть есть восемь аспектов, где должно быть обязательно упование на Всевышнего. Ты понимаешь, что все от него, но при этом ты должен сделать правильные действия, чтобы оно сработало. То есть как оно… Вот смотрите, еще раз. Самая лучшая метафора – это поле, семена и благословение, дождь с неба. То же самое в жизни. Поле, запахать и посеять – это ты. Благословение, дождь с неба – это от Всевышнего, это вот это упование. И сегодня я хочу завершить как раз про упование. Есть известная история, когда люди пришли к праведнику в одной деревне и говорят «Засуха, помоли за нас, чтобы пошел дождь». Он говорит «Хорошо, завтра мы вместе пойдем молиться о дожде, и я вам обещаю, что пойдет не просто дождь, пойдет ливень». Значит, но нужно, чтобы все в это сильно верили, и чтобы было вот это упование на Всевышнего сильно развито. То есть вы подумайте, подготовьтесь, утром ко мне приходите, пойдем в поле, молиться о дожде. Я вам говорю, что если мы будем сильно верить, то дождь пойдет обязательно. Хорошо, они утром приходят к нему, значит, 10 утра, урок Торы, они приходят, значит, он говорит, сейчас будет урок в поле, будем практиковать упование на Всевышнего, что мы будем уповать, значит, и пойдет дождь. Они говорят «Все, идем». Он говорит «Вы знаете, нет, даже не пойдем, дождя не будет». Они говорят «Почему не будет? Мы же верим». Он говорит «Если бы вы по-настоящему верили, вы бы взяли с собой зонтики и резиновые сапади, а вы пришли в тапочках и без зонтиков, значит, вы не верите. Если бы вы верили, что пойдет дождь, вы бы были к этому подготовлены». Вот на этой метафоре как раз и есть вот этот момент бетахон упования на Всевышнего и личное, то, что называется на иврите Иштадлут, личные действия. Нужно, чтобы эти две вещи соединились. Личные действия правильные и, значит, упование на Всевышнего. И для того, чтобы на Всевышнего развивать себе вот это качество бетахона упования на Всевышнего, нужно отмечать благодарность, это путь к бетахону, к уверенности во Всевышнем. То есть, если я понимаю, что все, что у меня сейчас есть от Всевышнего, я благодарю его и за этот компьютер. Я вспоминаю, как когда-то я мечтал о компьютере MacBook Pro, а сейчас у меня этих MacBook Pro вообще, слава Богу, да? Как я когда-то мечтал, я помню, когда первый раз я выехал, купил себе первый там смартфон, как мне это было тяжело и так далее. То есть, когда ты начинаешь благодарить Всевышнего за то, что есть, и видеть, что он реально тебя любит и поддерживает, это лучшее упражнение для бетахона, для уверенности во Всевышнем. Благодарность дает уверенность, уверенность дает все остальное. Все, всем удачи, успехов, завтра встречаемся с Божьей помощью в 10 утра. Я буду, я надеюсь, как говорят, и МРЦМ, если Бог захочет, я буду в Риде в это время. И будет урок только в Телеграме и только в Фейсбуке. В Ютьюбе урока не будет, поэтому присоединяйтесь к нашей странице в Фейсбуке и в Телеграме. И, значит, приходите завтра на урок. Ютьюба не будет, с собой я айпад не беру. Все, всем счастливо, удачи, успехов, до завтра.